Сейчас можно будет дегенератом, тусуйся, пляши, я кретин. Вон из им сают, тупи свято, дур не в плюс один. Да постойте, куда вы отвернулись? Давайте мы вас всех мы втроем сейчас поспрашиваем, втроем поотвечайте. Не, пожалуйста. Сколько вам лет? Да ладно, девочки, хорошо. Спасибо. Было бы смешно, если бы она убегала, испоткнулась и упала. Кто такие куртизанки? Куртизанки? Ну я точно не знаю, но у меня что-то ассоциируется это с войной. Возможно, партизанки или помощники партизанов, только женщины. Я даже не знаю, что это значит. Ну, напомню, это еще связано с вильной женкой. Вы недалеко от правды. Понятия не имею. Как вы думаете, какую девушку можно назвать куртизанкой? Понятия не имею. Та, кто поддерживается верой в свою. Ну, это в старину, там такие были, ну, еще в СССР, да? Ну, давай, Даша, продолжай за меня. Я не знаю. Классно, что есть уже люди, которые считают, что в СССР это в старину. Ну, это, наверное, одесситки. Наверное, которые жили давно-давно когда-то и бегали там с этими, песни пели. Это девушки, которые, ну, как проститутки, нет? Куртизанки – это женщины продажные, очень продажные. Самые продажные. Самые продажные. Кто такой невый глаз? Ну, как, невый глаз? Мое быть вам знакомое слово, если вы не знаете ответы. Невый глаз. Что с глазами связано? Без понятия. Первый раз слышите? Первый раз, да. Невый глаз, не знаю, невечливая человек. Невый глаз? Нет, тоже не могу ответить. Невый глаз – людина, яка поводит себя на культурную. Не таки, как все. Не умеет нормально раз... ну, как? Разговорят? Да. Это такой непорядочный человек. Невый глаз. Неук. Знаете? Человек, который ничего не знает. А, это плохо. Это обо мне, что ли? Не-не. Кто такой невый глаз? Не знаю. Зачем нужны пальцы на ногах? Глупые вопросы. Это напоминает, как прохождение в армии в военкомате. Чем отличается лампочка от солнца? Да я не знаю. Не задумывался. Я думаю, чтобы чухать пузо. Зачем нужны пальцы на ногах? Не знаю. Рассеку здесь, но... Чтобы биться ними об двери. Красить ногти, например, на них. Ну, это, конечно, для девушек. Некоторые парни тоже красят. Да, я знаю. Чтобы ходить. А что, без пальцев нет? Нет. Пальцы на ногах? Чтобы рвать носки. Я думаю, что это такой эволюционный механизм. Мы не остались еще с тех пор, как мы лазили по деревьям. Я думаю, так. То есть такой эволюционный. Хватательный, да. Назвите столицу Болгарии. О, Боже. Позор. А, на Виглас. На Виглас столица? Варна, наверное. В Болгарии. На букву С. В Болгарии. Это женское имя. Кристина. Нет. Марина. Нет. София. Нет. Другая О. Со. Болгария. Нет, не знаю. Варна. Третя Ф. Со. Со пара какая. София. Правильно. София. Правильно. Что вычисляют по таблице Пифагора? Пифагора? Типа таблица Меделева, цифра? Вычисляют, когда выборы будут президента. Я не знаю. А можешь еще вот так же отреагировать? Хорошо, давай. Что вычисляют по таблице Пифагора? Пифагора. Не синусы, косы, нусы, каты, нет. Пифагора, а эти корни? Корни? Нет, не корни. Разве не корни? Не корни. А, нет. Ну, блин. А есть такая таблица? Таблица Пифагора? Да. Это геометрия. Пифагоровые штаны на все стороны равные. Я помню такую со школы. Таблица, которая сзади на тетрадках рисует. Ну, на произведение маленьких чисел все-таки. Один, два, три, пять. Чем прословился Петр Первый? Я бы вам сказал. Вы не знаете, чем? Ну, просто Петра Первого у него был большой. Очень большой. Что? Ну, я в книжках читал, у него был половой орган очень большой. Что это за книжки такие? А? Половые органы известных людей? Крым, походу, подарил. Что-то такое. Крым? Да. Деяки речи, какие он был, ну, вот, о своем идеальности, были направлены еще до суспильства. Петр Первый? Как я вообще отопаю. Из 316-й. Как зовут учительницу русской истории? Истории? Татьяна Борисовна Калисниченко. Привет, Татьяна Борисовна Калисниченко. Это мой классный руководитель. А, вот так, вообще вдвойне. Среди должно быть. Кто это, Леш? Я знаю только Леши Дурнева вообще. Я смотрю только ТЭД, короче. Ну, там, хочу, короче, губы себе накачать. Из... Правда, Леш? Ха-ха-ха. Много чего сделал. Почтай, что-нибудь вспомните. Казань брал, Астрахани брал, Федор Первого не брал. Он прорубил окно в Европу. Вообще, он много всяких заводов основал. Тульский там, прочее. Сберил бороды, ввел парики, переформировал армию, выиграл Полтавскую битву. Много всего, в общем, сделал. Не бриться он разрешил только селянам и попам. И, кстати, ребята, завтра у меня будет онлайн-конференция на сайте TED.tv. Если у вас накопились какие-то вопросы ко мне, вы можете задать их прямо сейчас на сайте телеканала TED. Но отвечать я буду только на самые крутые из них. Я из Одессы, я просто бухаю. Сейчас модно будь дегенератом. Тусуйся, пляши, я гретин. Вон из-за ютубе свято. Леша и Даша вас всех накажут, блин. Сейчас модно будь дегенератом. Тусуйся, пляши, я гретин. Вон из-за ютубе свято. Дурнев плюс один. Я из Одессы, я просто бухаю. Охранница и милиция, я не шучу, Вика. Да я не шучу, Вика. Здесь продается самый плохой клей на этой выставке. Езжай в Кловский лице, у тебя там хорошо получается. Подписывайтесь и смотрите все выпуски Дурнев Плюс Один первым.